Ислам против терроризма Исламский терроризм это придумали не мусульмане, это придумали средства массовой информации, но подхватили его многие политики, чиновники. Мы на дальнем круглом столе пытались доказать на эти проблемы, что нельзя смешивать эти два понятия. В подтверждении этого участники круглого стола, исповедующие ислам, привели цитаты из Корана и Сунны, доказывающие, что их религия осуждает терроризм, экстремизм и любое проявление насилия. Как имам мечети, я могу сказать, что Алла Таля запретил сеять страх, смуту. Он сказал, что смута, сеяние смуты, страха в населении, это хуже, чем убийство. Что вы делаете, чтобы разделить эти два понятия? Ну, мы работаем с населением, во-первых, так как мы ближе к населению, чем некоторые общественные организации. Мы в мечетях пытаемся это все доказать, даем уроки. Я вот лично обучаю в школе и воспитываю детей в духе такого, скажем так, патриотического воспитания. О том, что мы родились в России, это наш общий дом, и мы здесь проживаем. Действительно, в последнее время понятие терроризм у обывателей часто ассоциируется с исламом. Во многом это происходит благодаря СМИ, которые предпочитают акцентировать внимание на религии, когда речь идет о правонарушителях или преступниках. Но при этом часто забывают о ней, когда мусульмане совершают благие дела. Таким образом, уверены некоторые из участников круглого стола, идет целенаправленное стравливание народов, которые уже долгое время мирно соседствуют на одной территории. При развале Советского Союза, когда взят был курс рядом разрушителей, так сказать, государства российского, и когда пошли международные все эти процессы, и родной год с Деп, как говорится, при этом суетился, старался, всегда нужно было многонациональную страну Россию на этом поле и развалить. То есть постараться максимально показать, что, вы знаете, враги именно мусульмане. Россия для русских. Вот это традиционный вариант русского фашизма и экстремизма. Ведь мы когда сейчас только что говорили об экстремизме, должны понимать, что существует экстремизм. Несомненно, татарский, кстати. Несомненно, русский. Несомненно, украинский, белорусский, любой. То есть во всяком народе, несомненно, находится определенное, скажем, количество граждан разных. Но в России, почему вы спросили именно к России, это так актуально? Россия собирала эти земли, по-разному собирала, были разные порой эксцессы, но целая культура, целая религия, целая традиции, например, народов Татарстана, Башкирии, сибирских многочисленных народов, чего, скажем, нет той же Америки, куда индейцы поделались, например. И очевидно, чтобы развалить Россию, нужно поднять эту тему. Кстати, протоиерей Игорь Пашменов – один из инициаторов этого круглого стола. Он уверен, что проблему терроризма и экстремизма можно решить лишь совместными усилиями. Именно поэтому в ходе мероприятия над темой бок о бок работали православные и мусульмане, общественники и полиция. Что именно делать мусульманам? Ну, мое мнение, то же самое, профилактировать, проводить диалоги среди молодежи. В части нужно понимать, что такое экстремизм. Нужно это доводить до каждого молодого человека в школах, в учебных заведениях. Мы занимаемся вопросами профилактики. Профилактики совместной работы, начиная так же, как с диалоги в школах, совместно с администрацией района. У самих у нас есть цель и задачи профилактики. Предвращение данного вида преступной деятельности, регламентируемого уголовным кодексом. Выявление таких лиц, которые занимаются, можно так сказать, латентно, так сказать, экстремизмом терроризмом. Профилактируем, выявляем, упреждаем. Работа получилась активная и плодотворная. А после мероприятия всех участников и гостей круглого стола ждала экскурсия по мечети и угощение татарской национальной кухни. Юлия Цветкова, Эльбар Рахманколов, Юрий Конихин. Специально для НУРТВ.